Добрый день! В эфире Рявунг ТВ. У нас в гостях большой друг армянского народа, депутат Государственной Думы РФ Виталий Валентинович Милонов. Добрый день, Виталий Валентинович! Спасибо, что приняли наше приглашение и вышли с нами на связь. Виталий Валентинович, в конце декабря вы посетили Арцах. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, какая там сейчас обстановка, ситуация. Ситуация очень сложная. Безусловно, выполнена главная миссия и в большой мере сейчас вооруженный конфликт приостановлен. И да, совместными усилиями, подконтролем миротворцев действительно сейчас, можно сказать, что в активной фазе он точно не находится. Есть периодически, случаются отдельные стычки на приграничных территориях, но в глобальном смысле, конечно, удалось остановить кровопролитие, вызванное Азербайджано-Турецкой или Турецко-Азербайджаной, я бы сказал так, Турецко-Азербайджано-Игиловской операцией, которая проводилась на территории Арцаха. Люди, которые там живут, безусловно, полны оптимизма. Я снова вижу детей, снова вижу жителей мирных, которые возвращаются в Арцах. Конечно, не все могут это сделать, потому что многие жилища разрушены, многие дома уничтожены. Территория, где историческими тысячелетиями жили армяне, сейчас находится под контролем неких граждан, неких людей, которые устраивают клубы из церквей, из древних соборов, которые, в общем, ногами пинают древние хачкары. Но, естественно, проблемы со связью. Те, кто называет себя, прошу прощения, освободителями этой территории, почему-то считают, что люди, живущие на этой территории, не соответствующие национальным параметрам северных персов, они должны быть уничтожены и максимально чувствовать дискомфорт. Поэтому у людей глушит связь телефонная, выключает интернет, перебои в коммуникациях. То есть так называемые освободители ведут себя так, что местное население чувствует себя в оккупации. Ну вот, осталось 3,5 года, после чего российские миротворцы будут уже решаться судьба, как в дальнейшем останутся в регионе или уйдут. Как вы видите дальнейшее развитие этой ситуации? И возможно ли через эти 3,5 года, что вновь конфликт разгорится, новая война будет? Ну, учитывая крайнюю степень возбужденности отдельных людей к северу от Ирана, я хотел бы сказать, что я уверен, что никто не допустит новой войны. И я уверен, что совместными нашими усилиями нормальных людей мы не допустим, чтобы вновь проливать кровь на древней земле. Это точно. Уж как это будет оформлено, что это будет, я не могу сказать, поскольку каждый раз, когда что-то говорю, там, слышу какие-то голоса оттуда, с побережья Каспийского моря. Ну, а тем не менее, хочу сказать, что я уверен, что этого не будет. Уверен, что наши народы будут идти по пути большего углубления отношений. Я уверен, что наши народы будут идти по пути большей дружбы, взаимоотношений. И, конечно же, наш союз, который у нас есть, он будет укрепляться, укропняться. И он будет являться гарантией абсолютной безопасности для людей в этом регионе. Говоря про ОДКБ, куда входит Армения и является членом, многие обвиняли эту организацию в том, что она не приняла активное участие, когда даже уже территория Армении подвергалась агрессии со стороны Азербайджана. Но вот последней миссией операции в Казахстане очень сильно вырос авторитет этой организации. Как вы считаете, почему тогда ОДКБ не вступила в активные действия? И в дальнейшем можем ли мы ожидать, после того, как уже мы увидели, что эта организация может на практике тоже какие-то действия совершать, что в случае агрессии по отношению к Армении все-таки она будет проявлять какие-то действия активные? Я не хочу обвинять никого на моей частично исторической родине, в Ереване. И, конечно же, я хочу лишь напомнить. Я был в Карабахе, в Арсахе во время войны, я был сейчас в Казахстане во время этих событий. Но давайте посмотрим, какая разница была. Вспомните Такаева, который на первый день после возникновения беспорядков официально обратился к ОДКБ с просьбой ввести войска. Это было публичное открытое обращение, которое было адресовано членам ОДКБ. И я очень рад, что и армянские парни поехали, и другие там, и наши русские соколы помчались на крыльях мира в Алма-Ату. И я видел, как они действительно помогли власти устранять этих бандитов, защищать. Они не принимали участие в полицейских операциях, но и один из них швид уже всех этих бородачей разогнал. Мы помним прекрасно, что было во время конфликта в Арсахе, когда было нападение на Арсах. Но позиция была другая немножечко. И большие, будем так говорить, некоторые люди в руководстве Арсаха были введены в заблуждение. Тем, что при помощи некого посредничества в Штонской Европе не произойдет, и это будет моментально остановлено. Я еще раз хочу сказать, это такая очень тонкая вещь, и я думаю, что право говорить о том, как и чем была оказана помощь, имеет это право говорить только руководству Армении. Я не имею права об этом говорить, но еще раз скажу, что в данном случае, поверьте, мы увидели, как произошло в Казахстане, вот так же могло бы быть и там. Чуть-чуть, ну просто развивалось по другому сценарию, в силу того, что неадекватно была оценена обстановка. Я помню, как я сидел с парнями в Агдане и слышал, к сожалению для себя, заявление некоторых, будем так говорить, высоких должностных лиц Республики Армения о том, что нам ничего не надо, нам мы сами справляем, наша доблестная армия там теснит врага. Это я слышал, когда нас атаковали байрактарами, израильским орудием, турецким орудием, когда боевики там были на передовой. А им их лично даже тяжело бы их увидеть, они же использовали технические средства. Поэтому еще раз хочу сказать, что я очень сильно рассчитываю, что наш формат УДКБ, он через три с половиной года уже будет другим, он будет еще более плотным. Я думаю, что сейчас пришла очевидная, ну с моей точки зрения, как исторического жителя города Эривань, пришла необходимость иметь общую армию. Это по-моему очевидно. Зачем нам делить вот нашу общую оборону? Уж мы тут друг с другом не можем по определению не иметь никаких стычек, потому что Россия и Армения это в общем одна историческая территория, одно историческое пространство. Я не говорю там в политическом плане, пока не влезаю ни в коем случае, но объективно говоря, в России живет больше армян, чем в Армении. Поэтому это, в общем, уж не знаю, кто такой страной называет, по-моему, армяне называют Россию своей страной. Вот, серьезно. И я думаю, что пришло время заботиться об общей безопасности. Ведь коллективная безопасность всегда лучше. Когда вместе объединяются ради защиты, это всегда полезнее. И здесь не будет поглощения к какой-то, к кого-то кем-то. Это, опять же, моя точка зрения лично, но я считаю, что иметь совместные вооруженные силы, это круто. Ни один из меня, мечтающий в своих ночных галлюцинациях о великом Туране, ни один, так сказать, уходящий из этого мира политик, не осмелится даже, не знаю, крикнуть в сторону нашей могучей совместной армии. Просто реально они будут бояться. Вы, наверное, знаете, что в Армении уже год, в прошлом году, в начале прошлого года, зародилось движение, которое выступает за дальнейшее сближение, дальнейшую интеграцию с Россией, за вступление в союзное государство Россия-Беларусь. Как вы считаете, насколько Россия будет заинтересована в такого рода отношениях с Арменией? Двумя руками. Я лично, я как человек, чей дедушка, прадедушка, чей дедушка родился в Ереване, мой прадедушка был мировым судьей в городе Ереван. Вот недавно мы с моей сестрой от жительницы Еревана обменивали фотографиями нашей семьи и вспоминали, где стоял в центре Еревана наш семейный дом. Конечно, ведь вспомните, вот ныне реалии современности, они таковы, что, конечно, мы должны быть вместе. Мы должны быть вместе. Я считаю, что формат союзного государства – это правильное движение. Это не ограничивает суверенитет никого. Это не ограничивает право того или другого человека на любой страны, на самостоятельные контакты, какие-то нюансы экономической и политической свободы. Но, безусловно, это формат, идущий корнями от российско-персидской войны, русско-турецкой войны, когда мы совместно вместе, армянские ополченцы, жители Армении вместе с русскими солдатами освобождали Еревану и освобождали Армению от иноплеменных захватчиков. Уже прошло много времени, и я считаю, что сейчас это как раз то время, когда мы стоим на пороге огромных геополитических изменений, огромнейших. И амбиции определенных империй, они настолько огромные, что небольшая страна может просто пасть жертвы этих большущих амбиций, этих великих туранов, всех этих интеграций и так далее. Поэтому нам необходимо подумать о том, что мы должны выработать совместный оборонительный экономический союз. Ведь от этого выиграет, кстати, могу сказать, что Армения выиграет от этого 100%, иметь единое экономическое пространство с Россией, получить доступ к огромному рынку России для армянских производителей. Это было бы прекрасно. Я искренне желаю, чтобы сейчас каждый человек, который занимается производством, что-то делает в Ереване, знал бы, что он точно сможет и пользоваться финансовыми инструментами, которые предоставляют врачи в том числе. Так что я полностью выступаю за это. Можно меня осуждать, можно это, но я считаю, что это хорошая перспектива. Сейчас ведется процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. И при поддержке России это все происходит. Вы не считаете, что Турция, если войдет в регион, то тем самым она начнет вытеснять или полностью вытеснить Россию из этого региона? Я считаю, что этот процесс должен быть нормализацией. И начинать его нужно с двух пунктов. Это то же самое, что я представителю Турецкой страны, когда они меня приглашали посетить Турцию на абсолютно бесплатных условиях, ознакомиться с прекрасной демократией Турции. Конечно, надо начинать. Поэтому, если Турция хочет нормализовать отношения с Арменией, признайте геноцид армянского народа и верните гору Арарак. И это будет отличным стартом для нормализации отношений. То есть вот я прекрасно... Можно даже подписать символически протокол о нормализации отношений на территории Армении, куда будет ходить гора Арарак. Можно на Арараке подписать, на армянском только Арараке. Поэтому, ну, кто против нормализации отношений, я только за. Но, к сожалению, пока я вижу армянского народа, которые всячески пытаются создать кольцо вражды. Я посмотрю, вижу этих баранда, чуваков из Дари, которые через Турцию попадали в Азербайджан. Я это вижу. Я вижу поддержку Турции и террористов в Адлибе, в Сирии. Я вижу турецкое влияние на демонстрантов, на погромщиков в Алма-Ате. Вот какое я отношение вижу. А нормализовывать отношения конечно всегда хорошо. Только они должны нормализовываться не по-турецки, а по-честному. По-честному это не так, что мы пришли, вас байрактарами отбомбили, убили ваших детей, и теперь пришли с вами, так сказать, с какой-то лавровой тряпкой махать, с этой веточкой лавровым веночком. Нет, ни в коем случае. Голубь мира, понимаете, не пахнет байрактарами. Поэтому мое понимание, что мир лучше, чем война, но сейчас говорить о том, что вот я лично не готов Турок простить, абсолютно. Вот я лично видел байрактары, и видел их ракеты, я не готов простить. Умирали мои товарищи год с небольшим назад в районе Джабраила, в районе Агдама. Почему я должен их прощать? Люди, во-первых, даже для начала, хочу сказать, они даже не попросили прощения. И я хочу напомнить, что процесс примирения Германии и других стран, пострадавших от Германии, он шел долго, через абсолютное признание германской стороной своей неправоты, своей вины в развязывании войны. Был у него грянский процесс, были осуждены нацистские преступники, и процесс был на территории самой Германии. И сейчас Германия надежно защищена целым пакетом законов, запрещающих реабилитацию фашизма, и даже у них запрещено отрицать Холокост, например, Германия. Вот такие у них правила. А в Турции до сих пор турки на официальном уровне считают геноцид армян правильным историческим событием. Какие могут быть отношения? Это люди, у которых руки в крови, не то что полокоть, они родились в крови армянского народа, они потопили землю в крови людей. Это люди, это страна, которая была первой фашистской стороной по сути дела в Европе. Они начали фашизм в Европе, они начали по политику массового геноцида, холокоста, там, не знаю, расовых чисток, именно начали Турки в 1915 году. Да Гитлер уроки у них должен был брать, что он, собственно говоря, и делал о младотурках. Он равнялся на них и считал, что они его являются идейными обыкновителями. Поэтому, не знаю, в одной стране, которая имеет отличное отношение со всем миром, это Германия. Гитлера нельзя вешать портреты, а в другой стране, которая считает, что она тоже нормальная страна, типа Турции, у них до сих пор эти люди считаются чуть ли не национальными героями. Никаких нормальных отношений без покаяния и возврата земель. Виталий Валентинович, очень резко обострились отношения НАТО и России. И в связи с этим Россия выступает против расширения НАТО на восток, но при этом мы видим, что Турция, как член НАТО, она участвовала в войне в Карабахе и сейчас она свое влияние усиливает в Азербайджане размещение своих войск, создание совместных войск. Будет ли Россия как-то противостоять тому, чтобы Турция, как член НАТО, настолько была бы представлена в Азербайджане? Россия выступает против размещения сил НАТО на любой территории постсоветского пространства. Азербайджан с моей точки зрения фактически лишился части своего суверенитета, поскольку объективно военное политическое управление находится в руках Турции и последняя военная операция, национальные чистки, которые мы проводили на территории Арксаха, проводились исключительно благодаря турецкой помощи. Азербайджан не мог бы ничего сделать, потому что силы азербайджанских вооруженных, вооруженные силы Азербайджана слабы и не готовы к каким-то серьезным действиям. И я лично видел, что все достижения, если можно так назвать, вооруженные, военные Азербайджана, они были сделаны исключительно благодаря иностранной военной помощи, да и, честно говоря, и военному руководству, потому что я из великих подвигов азербайджанских военных видел лишь их героические селфи в форме с какими-то деревянными автоматами на фоне гор, которые они посылали своим родственникам, своим возлюбленным. Но, конечно, движение НАТО на восток и движение НАТО с востока уже на запад, только в обход НАТО, это все одно и то же. Это звенья одной церкви. Тем воздыхателям, которые, к сожалению, и на моей исторической родине, одной из моих исторических родин есть в Армении, хочу напомнить, что вообще-то наших с вами братьев убивали войска НАТО. Войска НАТО и НАТО как военно-политический союз имел абсолютную возможность нажать на кнопку «Стоп». У них была возможность прекратить военное участие страны, члена альянса в вооруженном конфликте. Они этого не сделали, потому что им это было выгодно. Уж сколько можно быть настолько заблуждающимся, ну не 90-е же годы уже, уже все, все, так сказать, маски сняты, уже никто не хочет, уже никто даже не пытается прикидываться, что они хотят там мира во всем мире. да нет же конечно, только экспансии, только расширение и колонизация. Причем на юге это будут не дегеративные инфантильные эстонские вооруженные силы с квадроциклом или большой надувной лодкой. А в нашем южном регионе кавказском это будут силы НАТО в виде турецких войск. Вы таких освободителей хотите? Давайте военную базу НАТО откроем в виде турецких вооруженных сил прямо в центре Еревана. Посмотрим, как мы все будем не ружить. Они как фашисты себя будут вести. Поэтому еще раз необходимости вот если честно говорить, посмотрите объективно, никакой необходимости НАТО увеличивать свои территории нет. Потому что Армения, Россия не угрожает странам НАТО. Это вот сто процентов. Я могу сказать, что великие государства могут спокойно и безопасно себя чувствовать, имея соседом Российскую Федерацию. Ну никаких даже намеков. НАТО это исключительно попытка экспансии некого западного мира. Но посмотрите правде в глаза. Съездите в этот западный мир, посмотрите, что такое завтрашний день этого так называемого пресловутого западного мира. Либеральные ценности, которые уничтожают общество. Мы сами с вами готовы к этим ценностям. Мы сами с вами готовы видеть всех этих, все это весь этот кошмар, который уничтожает наших детей, наши семьи, наше будущее, нашу церковь и нашу веру. Именно это является целью и атакой либеральных сил. Но посмотрите еще внимательно, что будет завтра с этим западным миром. Западный мир превратится в огромное количество такой супер дэнер кебаб огромный, потому что дэнер кебаб плодится и размножается в Европе со страшной силой. Они туда приезжают и рожают по 8 детей, в то время как могучий западный мир не может одного ребенка завести и не может определить какого пола они вообще сами есть. Это можно над этим смеяться, не смеяться, но видите демография очень жестокая наука. Она жестокая как математика. Математика не знает слез, она знает как бы абсолютные цифры. Демография то же самое. Если на сегодняшний день 30% европейских стран состоят из мигрантов, то при нынешних темпах через 10 лет мы с вами будем с правительством Германии говорить на каком-то на каком-то на турецкой тарабарщине будем с ними говорить, потому что они по-немецки разговаривать не будут. И поскольку другая часть моей семьи имеет немецкие корни, поверьте, я очень от этого переживаю, что моя прабабушка в гробу будет переворачиваться от того, что произошло с Германией, что там немецкого лица в отдельных местах и районах уже не увидишь. Турки туда заселяют. Турки это же очень активные экспанты. Они действительно пытаются занять все доступное пространство. Посмотрите правде в глаза. кто украл у Сербии Косово, кто украл, турки украли, никакая это не Албания, Албания ничего не могла сделать, бедная нищая страна. Кто вооружил этих торговцев человеческими органами и кратерными машинами, турки вооружили. Это в чистом виде турецкая афера, которая удалась и которую позволили сделать. Западные страны позволили. Так и здесь они позволили сделать Турции и Азербайджан экспансию в отношении Арцаха. Точно такой же сценарий. Абсолютно. И поверьте, через пять лет они уже будут говорить, ну мы должны признать, что Арцах это Азербайджан, Азербайджан кандидат члена НАТО, Азербайджан кандидат члена Туранского, Рогатого какого-нибудь союза имени хвостика. Поэтому это так. Виталий Валентинович, большое спасибо вам за интересное интервью. Спасибо.